всем доброго дня здравствуйте мы начинаем наш прямой эфир он конечно же посвящен классическому моделированию тема нашего эфира мы будем моделировать ногти при помощи soft pink геля во флаконе я расскажу вам особенности работы с этим материалом его преимущества и выполним с большой дизайн всем здравствуйте еще раз разворачиваю камеру я подготовила подготовила ноготок нашей модели сейчас установим выполнила аппаратную обработку так сейчас мы настроим а включи меня свет пожалуйста немножко света мне моя выполнила аппаратную подготовку убрала длину свободного края так как буду выполнять удлинение прежде всего я обезжириваю ногтевую пластину при помощи евроклинсера обезжириваем ноготок он у меня зашлифован я убрала полностью блеск ногтевой натуральной пластины так как было лаковое покрытие у нас до этого обезжириваем далее приступаем к нанесению nail prep добрый день девочки здравствуйте всех приветствую наношу nail prep это дегидротант он подсушивает ногтевую пластину убирает остатки влаги масел под классическое моделирование мы его всегда используем я его использую обязательно так как это дополнительная страховка чтобы материал у нас держался качественно и не было в дальнейшем от слоек далее наносим ультрабонд ультрабонд это грунтовочный препарат он наносится тонким слоем с отступом от кутикулы боковых валиков чтобы он не попадал на кожу и по торцу прохожу время высыхания ультрабонда минута две высыхать он должен на воздухе немножечко испаряется и оставляет липкий слой такую дисперсию на поверхности ногтевой пластины для дальнейшего прикрепления базового покрытия в качестве базы мы используем супер бонд гель это у нас база под классическое моделирование во флаконе кисточка достаточно объемная поэтому излишки я всегда счищаю возвращая во флакон и только наносит кисточки набираю небольшую каплю которую наношу на поверхность ногтевой пластины также с отступом от кутикулы не толстым слоем практически таким втирающим и с отступом от пазух чтобы у меня также материал не попал туда наносим вот таким образом и сушим сейчас я буду выполнять про сушку супер бонда в течение 30 секунд здравствуйте здравствуйте всех приветствую привет из италии вообще особенно приятен чудесно я думаю что у вас там погода хотя у нас ростове тоже супер просто тепло замечательно супер бонда подсушиваем в течение 30 секунд и готовимся к постановке форма форма одноразовая на липкой основе имеет большое удлинение всегда говорю в своих эфирах о том что при моделировании незначительного такого удлинения свободного края я по линии перфорации излишки длины с формы всегда убираю чтобы они мне не мешали ориентироваться на капельку которая нас образуется в носике формы формы снимаю с липкой основы накладываю ее сверху по линии перфорации лепесточек вот этот остается мне на подложке а форма липкая вся полностью с внутренней стороны форму разрезают по линии перфорации верхние боковые части разрезаются и далее двумя руками я фиксирую поперечный изгиб на форме салон на моделирование он составляет порядка 25-35 процентов от окружности то есть изгиб нам всегда нужно создавать мы не можем себе позволить моделировать ногти абсолютно плоские форму скрученном состоянии я завожу под уголочки и вставляю середину при вздергивании носика я понимаю что у меня с одной стороны зоне в роста ногтевого образуется зазор это недопустимо поэтому форму мне необходимо немножечко углубить при помощи ножниц слегка в центре я углубляю окошечко формы для того чтобы она не упиралась в линию гиппанихия и не оставалось зазоров по ногтевым в ростом также вставляю теперь под уголочки приподнимаю окошечко и вставляю середину и вижу что форма у меня хорошо стала после этого фиксирую верхние боковые части придерживаю форму разворачиваю пальчик клиента и склеиваю нижние боковые части стык стык контролирует а для формирования ровной симметричной поперечной арки форму необходимо слегка заузить мы с вами моделировать будем я даже сказала бы не миндалевидную такую более овальную форму заужаю полностью по всей длине формы при этом носик не склеиваю выполняю заужение контролирую еще раз прилегание формы к ногтевой пластины с внутренней стороны разворачиваю руку клиента сейчас немножко уйду из кадра для того чтобы посмотреть что ногтевая пластина наше удлинение смотрит в нужную нам сторону так как есть небольшая такая деформация слегка пальчик уходит у нас мы можем это снивелировать немного постановкой формы проконтролировали посмотрели в зоны вростов ногтевых исключили стык формы и ногтевой пластины и можем приступать к удлинению свободного края я очень люблю использовать акригель в данном случае взяла кавер во-первых это хорошая жесткость в зоне свободного края акригель очень хорошо держит поперечную арку и на ногтях довольно таки ослабленных то есть вот я сейчас не случайно выбрала эти именно эти материалы для моделирования мы видим что ногти ногтевая пластина да если мы оценим и будем работать по показаниям с клиентом мы увидим что ногтевая пластина она достаточно тонкая травмированная самостоятельным снятием и можем предположить что скорее всего материал в процессе носки может дать где-то отслойки поэтому акригелем более жестким материалом я выполняю удлинение свободного края а уже архитектуру от кутикулы полностью всю скульптуру я буду выстраивать soft pink led гель это гель во флаконе это гель довольно таки можно даже сказать жиденький при работе он очень ровно гладко четко ложится при этом преимущество именно для таких ногтей в том что гель имеет хорошую амортизацию то есть он и и еще и амортизирует и вот на ослабленных ногтях таких подверженных скажем так движению он не будет давать отслойки вот такое сочетание мы сегодня с вами выбрали акригели кавер и soft pink led гель так как работаем всегда по показаниям для выкладки акригеля кавер мне понадобится апельсиновая палочка и я беру очищающий спрей просто во флакон небольшое количество себе выгружаю смачиваю апельсиновую палочку и беру небольшое количество небольшое количество акригеля кавер набираю прям вот к стеночке можно сказать такую с горошинку и по стеночке аккуратно материал достаю тоже важный момент у акригеля такая особенность его нельзя накручивать наматывать чтобы не образовывалось в дальнейшем пузырей выгружаю материал в зону свободного края то есть сначала я выгрузку эту выполняю на форму определяю себе длину свободного края и полностью всей плоскостью палочки я начинаю распределять материал по поверхности на форме довожу обязательно до ногтевого в роста восстанавливаю боковую параллель это очень важно чтобы у нас не было там никаких зазоров не было моментов где ноготь может сломаться да то есть такой какой-то нестабильности мы это все исключаем и продолжаю делать выкладку с другой стороны также восстанавливая боковую параллель натуральной ногтевой пластины то есть у нас свободный край это прямое продолжение боковой линии натурального ногтя сразу так придаю форму когда по акригели мы работаем всей плоскостью палочки вы сейчас можете увидеть что поверхность у нас остается фактически ровная без каких-то бугров я мог то есть очень удобно по этой ровной и гладкой поверхности выполнять потом моделирование вот таким образом посмотрите на боковую линию видите вот в уголочке чуть-чуть акригелем я восстановила здесь преимущество также акригеля в том что при выкладке при касании кожи после полимеризации он от кожи хорошо отделяется и когда вот есть необходимость перекрыть такие зазоры либо ноготок травмированный очень удобно именно акригелем работать сделали выкладку перед полимеризации можно проверить форму посмотреть не сбилась ли она до при необходимости если вы видите можно форму слегка поджать дофиксировать и сушим тоже подсушим 30 секунд акригель преимущество его в том что после полимеризации в течение 30 секунд его можно поджать если есть такая необходимость у вас если ноготь имеет трапециевидную форму и вам хочется его зажать акригель хороший не липнет да совершенно с вами согласна он не требует какого-то супер активного воздействия апельсиновая палочка хорошо очень скажем так набирает влагу вот этого очищающего спрея и в принципе в работе достаточно комфортно с очень комфортной он консистенции подсушили 30 секунд давай еще досушим у нас нет а дарючка покажу смотрите если есть необходимость вот у вас трапеция можно даже своими пальчиками уголочками пальцев вот здесь зажать от ногтевых вростов не в зоне свободного края а именно на вросты ногтевые немножечко заузить свободный край вот эту плоскость нашу мы ее чуть-чуть изгибаем и подсушиваем еще в процессе пока подсушиваем если у вас есть вопросы задавайте пожалуйста я с удовольствием отвечу после просушки после поджатия еще раз мы вот досушиваем и будем приступать с вами к снятию формы и уже моделирование soft pink light гель в чем разница полигеля от акригеля разницы в акригели и в полигели только в названиях это маркетинг разница материала нет никакого то есть это один и тот же материал только с разными названиями мы подсушили и теперь смотрите мы имеем возможность снять форму нажимаю на форму если она у меня хорошо отходит от подложки значит подсохла видно на форме нет следов акригеля то есть буквально 60 секунд и он шикарно просыхает можно снять подложку снимаем и приступаем к моделированию очень люблю этот материал он комфортный в работе особенно мастера которые работают активно на гель лаковой системе когда они выполняют укрепление выравнивание гель лаком мастер работает кистью из флакона здесь преимущество в том что гель этот твердый при этом гибкий амортизирующий и можно работать из флакона по аналогии с гель лаковой системой то есть здесь не требуется работа кистью именно работа из флакона длина у нас достаточно прилично если вы обратите внимание удлинение фактически равно длине ногтевого ложа поэтому я набираю слегка на кисточку очищая набираю на капельку на носик немного материала держим укладываю на поверхность точно так же как по гель лаковой системе вот я протянула по поверхности создала дисперсию развернула протянула по боковой линии также создала дисперсию так как материал имеет небольшую вязкость то есть он достаточно жидкий сразу большой слой может дать затеки поэтому дисперсию создали по поверхности на кисть набрали еще немного материала выгрузили в центре так как в центре у нас максимальная толщина из первого слоя буквально вот я выгрузила в центре прошла в одном направлении боковое наполнила и с другой стороны и наполнила развернула ручку с центровала материал обязательно чтобы он у меня не начал убегать разные стороны перевернула проконтролировал и сушу сушим сделала сейчас это быстро маникюр делаем до моделирования или после смотрите если вы работаете в безапильной техники и пилить не планируете то маникюр делаем да здесь я маникюр сделала до обработала фрезой и выполнила небольшой срез по заднему валику так как софт пинг ложится достаточно тонко у него есть четкая ровная красивая граница в зоне кутикулы после моделирования давайте я прям приближу хотя я буду второй слой сейчас наносить вот видите у меня нет ступеньки в зоне кутикулы материал во-первых сама выравнивается просто идеально и очень чисто здесь ложится даже работая с опилом в зоне свободного края пилить пилочкой в зоне кутикулы нет вообще никакой необходимости мы поработаем с опилом только по торцу придадим форму свободного края а шлифовку выполним уже в зоне кутикулы в таком варианте можно маникюр делать до посмотрите мы наполнили с вами центральный продольный изгиб но при этом по бокам у нас даже видно до подсвечивается линия гиппанихия и со второго слоя я буду ставить акцент на наполнение материалом именно по боковой линии набираю вторую капельку тоже небольшое количество также создаю дисперсию вот прям очень классный комфортный материал для мастеров скажем так гель-лаковых вообще просто супер мне кажется зайдет потому что нет вот этой заморочки с выкладкой материала протянули идеально сцентровался самовыровнялся вообще просто супер комфортный материал в коррекции также очень удобно его использовать опять я наполнила центр и теперь уже я уголочком кисточки наполняю боковые поверхности с одной стороны и вот прям капельку выгрузила боковой поверхность и пошла наполнять с другой стороны перевернулась центровала вам тверх ногами не видно вижу я что у меня материал стекается в центральный продольный изгиб переворачиваю быстренько контролирую блик смотрю на то что вот здесь у меня небольшой провал я его дополняю есть буквально именно вот за счет вот этой вязкости своей невысокой очень хорошо и быстро материал распределяется и моделируется сама выравнивается то есть в работе это очень такой большой скажем так козырь для мастера когда материал сам классно ложится и опил при этом нужно будет выполнять минимальный перевернула с центровала сушим время полимеризации в общем-то как и любых других материалов у нас две минуты поэтому две минуты просушиваем и можем с вами приступать к опилам еще раз повторюсь мы удлинение выполняли при помощи акригеля потому что это материал более жесткий а архитектуру мы выстраивали soft pink лет геля так как он тоненько ложится в зоне кутикулы так как он достаточно хорошие амортизирующие свойства имеет несмотря на то что это материал твердый это нерастворимая гелевая система но она очень хороша для ногтей ослабленных вот таких травмированных когда клиент видно да прям подорванные чешуйки ногтевые сама себе снимала гель-лак и вот в таких случаях материал этот на мой взгляд идеально подходит красивые тонкие до красивые тонкие но при этом имеет хорошую прочность потому как удлинение мы выполнили более жестким материалом при выкладке я слегка протянула акригель перекрыла стрессовую зону то есть добавила дополнительной прочности а скульптуру уже выполнила более скажем так легким материалом далее я обезжириваю ногтевую пластину также при помощи евроклинсером обезжирили и приступаем к пилу мы не будем супер много сегодня пилить только по торцу только для придания формы свободного края я взяла пилочку 100 на 180 единиц материал комфортный какой-то нагрузки скажем так большой именно на пил нам делать не нужно это вот белая пилочка для искусственных ногтей она очень хорошо подходит абразив более грубый с одной стороны и более мягкий с другой стороны я начинаю с того что я выравниваю боковые параллели трех плоскостях сразу это делаю мы выкладывали с запасом на пил слегка снизу и перехожу сбоку сверху снизу сбоку сверху придаю форму свободного края я сейчас сделаю моделирование более овальная не миндалевидная форма ближе все-таки ковалу мы будем подходить выравниваю с другой стороны прям натягиваю на себя боковой валик раскрываю его для того чтобы у меня пилочка подошла к зоне в роста ногтевого если вы помните при постановке формы мы немножечко к регелям заходили на кожу после полимеризации у меня материал полностью от кожи отошел и имеется возможность качественно там поработать пилочкой с одной стороны с другой стороны и зеркалим форму то есть в общем то вот обратите внимание каких-то супер манипуляции из таких моделирования мы не выполняем я смотрю в торец подбираю уголки свободного края чтобы при взгляде с торца они мне находились на одном уровне и была красивая четкая арка поперечная с одной с другой стороны выровняла после того как мы поработали в зоне свободного края что у нас происходит открывается толщина толщина торца давайте перевернем я вам вот так в торец покажу смотрите видите толщина торца у нас присутствует она фактически симметричная потому что материал хорошо выложился скажем так хорошо сама выровнялся поэтому я только подчищаю и дорабатывал по поверхности фактически в зоне свободного края и делаю торец более симметричным укладываю пилочку на поверхность правой рукой меня такие движения абсолютно повторяющие друг друга вот прям прям в одном на туда-сюда в одном направлении а левой ручкой я себе помогаю и вот таким образом пальчик прокручиваю фактически работаю сейчас только лишь в зоне свободного края для того чтобы выровнять торец при этом я смотрю сейчас в торец опустилась прям правда чуть ниже прям под камеру с другой стороны дорабатываю вот таким образом смотрю смотрю в торец еще раз контролируем спускаюсь вот здесь боковая параллель к чуть толще я ее подбираю зону свободного края мы с вами опилили контрольно прохожу пилочкой по торцу контролирую придание формы еще немножко разворачиваю по боковой оси смотрю на плавный подъем и плавный спуск к свободному краю вижу что есть необходимость вот здесь немножко понизить чтобы у нас не было перегруза да ни в коем случае основная толщина она должна находиться именно в точке апекса давай так чуть-чуть разверну буквально по плоскости немножечко понижаю так как материал у нас очень очень комфортный в работе он максимально аккуратно выложен зоне кутикула так апекс вы будете выстраивать или нет обязательно обязательно посмотрите на изгиб вы когда мы говорим о точке апекса мы подразумеваем что у нас есть плавный подъем и плавный спуск зоне свободного края в данном случае если посмотреть в торец можно проконтролировать что у нас есть достаточная толщина вот установив апельсиновую палочку мы видим вот здесь толщину на поверхности если ноготь не имеет такого супер ярко выраженного изгиба продольного это не значит что не прочный не носительный так мы выполнили апел в зоне свободного края и теперь приступаем к шлифовки уже шлифовщиком 100 на 180 единиц в зоне кутикулы нет необходимости выполнять там апел при помощи пилочки наша задача зачистить границу гель натуральный ноготь зачищаем эту границу выравниваем поверхность ногтевой пластины полностью делаем ее гладкой для дальнейшего покрытия если есть необходимости вы видите что нужно например доработать по маникюру можно взять кутикулу ремовер например нанести выполнить доработку блеск подхожу в повороте зачищаю наш ноготок готов теперь нам необходимо убрать следы опила я сейчас не буду наносить кутикул ремовер я обезжиривателем уберу остатки опила под кутикулой по бокам и мы с вами приступим к покрытию и к выполнению такой light вариант дизайна выполним летний очень такой нежный ненавязчивый вот такой получился ноготок покрытие я сегодня буду выполнять при помощи коллекцию моим пульс выбралась что мне нежнятина сегодня захотелось 372 номер очень красивый такой с шиммером приятный в общем нежный нежный вариант что мы уже в предыдущих эфирах показывали варианты с достаточно яркими цветами потому что вот коллекция моим пульс она очень разнообразная да у нас здесь яркие насыщенные цвета такая палитра юля может дать пожалуйста выкраску очень а нету катя наносим цвет здесь цвет вообще у нас в качестве просто легкого шиммера я хочу добавить сюда нити он очень хороший такой плотный дает с первого слоя не хочу точно я не люблю толстые ногти и никогда не добавляю излишней толщины буквально в один слой материал плотный в составе шиммер имеет достаточно плотно ложится перекрывает и при необходимости смотрите можно взять кисточку линеарную я люблю линеарку вот 50 длинным темным ворсом очень удобно и в работе комфортно и там где мне нужно например там в зоне кутикулы подтянуть немножечко где-то блёсточки разложить я прям беру ли не арочкой и подвожу разравниваю цвет с одной стороны также подтягиваю с другой стороны под телефоном конечно мне не очень удобно но тем не менее смысл наших манипуляций понятен немножко тут уже знаете как если прям до идеала то можно шиммер где-то под расправить подтянуть кутикуле и выполнить просушку сушим следующим этапом я выбрала такой цветочный принт мне сегодня хочется из на адрес и номер 90 полевые цветы я добавлю просто такую вот легкую веточку легкую веточку вот такую мне понравилось хочется какой-то нежности добавить так нам понадобится для этого слайдер топ гель наношу его на поверхность уже на просушенный цвет наношу достаточно тоже тоненьким слоем растягиваю просто растягиваю потому что представьте себе моделирование плюс цвет плюс слои несколько слоев дизайна и в итоге у нас вся наша архитектура просто уходит то есть появляется дополнительная толщина которая нам не нужна слайдер топ сушу 30 секунд в течение 30 секунд просушивая nail dress я просто буквально на секунду то где мой пинцет буквально на секунду погружаю в воду они очень быстро растворяются бумажечка становится мокрым очень хорошо отделяется от подложки долго ждать не нужно пока ноготок сушится вот мы с вами уже подготовились тут уже при желании можете как угодно играться я хочу сегодня расположить так это наоборот веточки вверх ногами располагаем подтягиваю спасибо большое подтягиваю полностью прям вот веточку эту под кутикулу очень хорошо распределяется контролирую подложка тонкая складок не остается подтянули максимально буквально на три секундочки подсушим сверху цвет очень красивый но блестки объемные приходится его бафить я разнесла достаточно тонким слоем и конечно вот тонко когда разносишь приходится его если тонко очень туда можно будет подшлифовать но мы выровняем при помощи финишного покрытия потому что у нас один слой слайдера сейчас будет 2 и поверхность будет гладкая абсолютно но цвет красиво кстати самый такой на мой взгляд прям один из самых популярных в этой коллекции nail dress у меня не заходит на свободный край не попадает на торец поэтому подпиливать я ничего не буду я просто сверху пройду ультрабонда вот одним движением прошли и еще раз перекрываем нет сушить не нужно вампи уже еще раз перекрываю слайдер топом здесь уже могу немножечко как вы сказали под выровнять поверхность сделать такое выравнивание с одной стороны с другой хотя еще же будет у нас и финишное покрытие прям топ слайдером небольшим количеством я выравниваю поверхность покрытия хочу сегодня выполнить матовая красиво под матовым вообще под просто потрясающе смотрится этот цвет да вот знаете для клиентов любителей light такого light дизайна чтобы это вроде как и дизайн есть и что-то очень ненавязчиво да у многих клиентов цвет тоже любимый согласна с вами я могу сказать по школе у нас вот в школе до модели приходят они прям очень часто этот цвет выбирают и этот первый цвет который у нас заканчивается на самом деле такой прям популярный очень по торцу выровняли и сушим подсушиваем слайдер топ и можем уже приступать к финишному покрытию при помощи вельвета по-разному то цвета смотрится у нас когда они в глянце и когда в матовом варианте конечно больше матовый люблю не знаю прям подсела на него никак не могу отказаться от матового покрытия топ вельвет без липкого слоя также сушится две минуты время полимеризации две минуты топа перед финишным покрытием я люблю когда вот топ прям хорошо заходит и в зоне кутикулы не остается никакого блеска поэтому перед покрытием финишем я прям беру и отодвигаю апельсиновой палочку кутикулу чтобы хорошо туда финиш завести иногда себе помогаю кисточкой линеарной также так сейчас набираю капельку выгружаю на поверхность подталкиваем если вы видите при необходимости на самом деле вельветом тоже можно немножечко выровнять они все имеют очень хорошие моделирующие свойства самовыравниваются то есть если видно вам что где-то нужно подправить пожалуйста можно взять и подправить также при помощи линеарной кисточки набираю небольшое количество прям капельку геля и перекрываю границу цвета прям подталкиваю под кутикулу чтобы у меня там все было четко и при отрастании не вышла граница имеющая глянцевый блеск распределили убираем если крошечка какая-то мне попалась сушим сушим финишное покрытие в течение двух минут подматываем сейчас конечно эффект будет совершенно другой если у вас есть желание можно взять и например сверху можно взять и топ теклосом просто по цветочкам пройти то есть если вы хотите чтобы покрытие было глянцевым и сделать какое-то такое небольшое выделение акцент в глаза это бросаться не будет но при детальном рассмотрении очень красиво нежно на мой взгляд получается 30 секунд подсушили смотрите видите он матовый такой глубокий получается и теперь я беру кисточку просто вот маленькую маленькую капельку тут не для объема просто для выделения просто по цветочкам вы когда это смотрится в комплексе когда это маникюр полностью там на всей руке да не один пальчик как мы сейчас делаем где-то такие акценты по дизайном поставить это вообще максимально просто но это прикольно смотрится такая добавляется небольшая скажем так изюминка сушим подсушиваем топ и хорошо нужно просушить две минуты особенно вот топ теклос чем дольше вы его просушить тем лучше будет покрытие носиться он не так быстро начнет зацарапываться потому что это все-таки гель-лаковая система она более мягкая поэтому качественная хорошая просушка обеспечит вам стойкий блеск на протяжении всего маникюра на протяжении всего периода носки скажем так и теперь при помощи масла для кутикулы можно просто вот по заднему валику пройти немножечко растянуть я прям больше преимущественно не не заливая именно по пальчику растягиваю скажем здесь для общего такого общего эффекта такой у нас получился ноготок дайте свет отправлю если вопросы есть вот такой вариант ненавязчивый летний я бы сказала такой легкий невесомый использовали мы в моделировании акригель кавер использовали софт пинк лет гель еще раз повторяю для ногтей тонких для ногтей подубитых травмированных вот и не очень много времени у нас это заняло всем девочки спасибо большое за эфир мы заканчиваем если у вас остались какие-то вопросы эфир обязательно сохранится и в комментариях вы можете вопросики все свои писать покажите в профиль пожалуйста пожалуйста все всем спасибо большое всем хорошего дня до свидания